Привет всем! Меня зовут Лилия Гарипова и я риэлтор в Сан-Франциско, Берия, Калифорния. Сегодня я расскажу 10 шагов, как подготовить ваш дом к продаже и продать его очень быстро и максимально дорого. Когда я встречаюсь со своим продавцом, я всегда прихожу со своим стейчерам, которые нам рекомендуют, что нужно сделать в доме, чтобы оптимизировать и модернизировать дом. Кто такие стейчеры? Это декораторы, дизайнеры, которых мы используем в доме. Вы не можете выставлять дом пустой, так как это не создает уюта в доме, который вы выставляете на рынок. Нужно создать уют, тепло, комфорт и стейчеры нам помогают этого достичь. These days we couldn't hold open houses, so people see houses online, so that way when they come in the house or look online, they can see and imagine themselves sitting in the dining room, eating a nice dinner with family, make the space warmer. Let's look at some of the bedrooms and we can maybe start in the master or we can stop here in a guest room and still obviously it's a work in progress and my business partner, Eva. Today, because of all the pandemic, lots of people working from home, so we're trying to create also working space, which we put desk and chair and to create also the idea of the bedroom. So we put also bed here, so people can picture the room also can be better, can be study and also can be working with them. Второе, что я рекомендую всем своим продавцам, поменять желтые лампочки на белые, так как нам нужно создать как можно больше свет. В этом доме мы покрасили стены, конечно же, мы рекомендуем делать их в более нейтральных тонах. Это белый цвет, самый нейтральный, который вы можете выбрать. Следующее, что я рекомендую, это менять люстры. В этом доме висели старые люстры, которые были низкие, были вентиляторы в комнатах. Естественно, нам хотелось их убрать и поменять их на более современные, более новые. Если у вас есть время и деньги в бюджете, естественно, мы рекомендуем отсекловать ваши деревянные полы. В этом случае это дубовые полы, которые просто жалко было менять. Это самые настоящие полы, которые вы можете найти. Это недорого, может обойтись вам в тысячу долларов, но дом будет выглядеть более уютным и новым. Опять же, если у нас есть деньги в бюджете, я рекомендую поменять выключатели и розетки. Значительно меняет вид вашего дома и делает этот дом более современным. Посмотрите на лампу, которую мы поменяли. Это создает намного лучшее пространство в мастер-бедрум и вы видите его более современным. Пройдем на кухню, где я вам расскажу, что я рекомендую своим продавцам сделать на кухне. Опять же, если у вас есть время и деньги, мы можем заменить кухню. Но если у вас есть какие-то countertops, которые выглядят аккуратно и в зависимости от того, что происходит с рынком, можно не заменять свою кухню. В этом случае мы просто полировали кухню и поставили liners. Следующий шаг, когда я подготавливаю дом к продаже, это, естественно, его нужно почистить. Он должен быть чистым, аккуратным и люди должны чувствовать, что вот-вот они хотят въехать в этот дом. Если у вас более современная кухня и на кухонных дверях нету ручек, я рекомендую вам их инсталлировать. Это маленькие вещи, но они имеют большое значение. Давайте посмотрим на камин. Что мы сделали в этом доме с камином? Мы покрасили камин, сделали его более нейтральным. Как вы видите, этот дом практически готов к продаже. Конечно же, наши стейчеры сделали идеальную работу. Этот дом готов к тому, чтобы люди в него въехали и в нем хочется жить. Когда вы готовите дом к продаже, мы должны посмотреть на все аспекты дома и сделать его как можно больше идеальным. Газон очень важная часть, так как фасад вашего дома является основным создателем первого впечатления. При подготовке дома к продаже мы создаем пакет, куда входит профессиональная фотография, видео-туры и виртуальные туры. И конечно, если вы хотите купить или продать дом в Сан-Франциско, Бээре, пожалуйста, пишите и оставляйте свои комментарии под этим видео, что бы вы хотели видеть в следующем видео. Я буду рада ответить на все ваши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова